Пусть те, Сыне Божие, помилуй нас. Аминь. Восчин наш, ежеси на небесах, да святится имя Твое, да приди царствия Твоей, да будет в горе Твое, яхм на небесе и на земле. Хреб наш насущий, нашим днесь, и остави нам Боги наши, якожи мы, оставляя блажняком нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука в огонь. Ибо Твое, Сарство, силы и слава вовеки. Аминь. Слава, Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, благослови, за молитву при чистоте Матери всех святых Твоих. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милость, я буду не грешен, и создав мне, Господи, помилуй меня. Боже, слава себя грешил, Господи, прости меня и грешил, и помилуй нас. Я святил дары, посылаемое Тобой, Слово Истинное, и Матери. Аминь. Так, брат Сергей, расскажи, как ты вчера задержал тут двоих? С чего было поближе ко мне? Не отходил. Где ты был, но как ты услышал, как ты вышел на них? Я колол дрова у Романа, смотрю, двое на мотоцикле проехали в ту сторону. И Стёпа был у Стинов, рядом. С тобой. Со мной, да. Я говорю, Стёпа, ты их знаешь? Он говорит, нет. Я говорю, ну-ка, проследи, может, это воры какие-то. Ну да. Он на велик и за ними. Потом я смотрю, он там, там Володя кололи тополя. Там у них остановился что-то, переговорил опять за ними по это. Ну я колю дальше. Внутри они обратно едут. Обратно едут. Я говорю, ребята, остановитесь. Ну они остановились. С топором выходили? Нет, я палку взял. С палкой выхожу. Они остановились. Я говорю, вы... К кому приехали? В гости. А, или как вы... А, нет, я говорю, вы что-то потеряли? То есть они едут и вот так вот по сторонам смотрят. Ага. Я говорю, вы что-то ищите, может быть? Нет, мы в гости приедем. Просто в гости. Просто. Я говорю, ну просто так, милости просим, заходите, чаю попьем тут. Ой, нет, нет. Нам родители позвонили срочно домой. Он говорит, домой. Я говорю, ага. Странно говорю. И Алексей Устинов едет на мопеде. А они что? Алексей Устинов на мопеде едет. Ага. И сразу раз. Так, вы кто такие на них? Откуда? А, а перед этим... Они говорят, мы, говорит, встретили Игнатия Лавкина в степи. И он нам сказал проехать посмотреть. Ну и сразу раз визитку-то показывают. Я говорю, ну... Ну я сразу такой... Думаю, ну такую легенду уже не придумали, что Игнатий Лавкин и в степи, и что он пасынки ищет, и визитка. То есть, ну... Все, все, все. Не проделать это сразу. Да, да. Там были сведения искать пасынки только что сегодняшние. Да. Ну и у меня сразу подозрение отпало. Значит, все, Алексей Устинов спросил, а вы, говорит, не сыновья там такого-то, такого-то? Нет, нет. Шестобитов, как здесь, спасибо. Ну, я не помню. Нет, по-моему, нет. Вот. Ну и все. Посмотрели и поехали. Все, мы их отпустили. Дело в том, что я-то ходил между первым и вторым мостиком. Примерно я уже знаю, где когда ягоды брал пасынки, то они под травой. Лежат выдернутые, нету. Я ходил черноком вот так, туда, обратно и на это затолкнулся. Если вы с собой, метр шестьдесят пять, четыре взял тычинки от клёна и флажки маленькие, красные. И там втыкал и привязывал их к этим, чтобы они не упали. И я уже перешел камыши, надо будет снять там. О, удивительно, как я не пошел на мост, а прямо решил перейти и лог. Думаю, утону, наверное, там. А там сухо. А камыш-то густой, густой. Ну, прямо камышинки вырос. Упади, думаю, и весной не найдут тебя там где. Так интересно. И когда я между вторым мостиком и дальше холмом туда шел, искал, и гляжу, на мотоцикле проехали. А я иду, и вешку-то, одна осталась, три уже я установил, и флажок. А они едут и глядят. Я не знаю, кто думал, может, потеряются какие-то, мало ли, на мопеде. Иду, и опять, и они видят, я тут приближаюсь, тут отдаляюсь. Они остановились при въезде на дамбу второго мостика. И за мной следят. Ну, я когда вышел на дорогу к ним, иду, и уже стреляка начал снимать их. Ну, разговаривали с одного зла Дима, это, значит, Митя по-нашему, второй Женя. Ну, и лисы-то видно, что они городские, они искаженные. Нормальные, ребятишки, видно, лисы чистые. Поговорили, я им много сказал, о чем делали, чем занимаемся, и пригласил на занятия. А потом, я говорю, что торопитесь туда, доехали вплотную, не были, поезжайте в деревню. И что вы остановили, это очень хорошо. И что они обратно едут, я уже тут около ямы Глушкова, их остановились, еще побеседовали, и благословил их, поезжайте. Ну, я еще у них спросил, говорю, вы через дамбу проехали, через воду-то? А как нашли, я говорю, у нас, говорят, это надпись. Да, я у них спросил, говорю, а вы, говорю, знак там видели, потеряевка? Они говорят, да. Я говорю, ну, это, говорю, мы, говорю, утром крыса. Они, благодаря этой надписи, свернули и поехали, уже, а то воры приедут, а вот Господь опроезжение дает. Не воры, мальчишки. Значит, ребята, я сегодня утром сейчас, рано уже с Игорем переговорил, все работы заканчиваются, как будто не было, все к Игорю. С собой взять ведро с гвоздями, с разными наложите, молоток, молотка два возьмите, выдергай обязательно щитцы, он даст вам работу. У него день, год кормят, это говорится в Угорке. Поэтому, а не Роману никуда нет. У Романа в любой дождичек можно делать и сырую погоду, и... А тут нет, пока просохнет, даже чуть сбрызнул, и пока просохнет. Потому что зерно мокрое не бывает. Ну, а ему кто-то уже сказал, я сказал, ты не успеваешь, обратись за помощью ко мне. А я утром встал, у меня беспокоится о нем, со складом. Володя, ты знаешь, как пасунки привязывать. Если у него проволоки нет, то прийти на нашу проволоку, взять, а наша проволока, где ямки там эти, ну, у складов смотрели, там. Это такая проволока хорошая. Знаете, как отломить, забили в дерево, а дальше уже выйдет, говорит, чем у него есть. Что он даст? Думаю, лопату хотя бы одну возьмите, свою, привычную. У него, не знаю, какая толкушка, своя толкушка. Трое бы эту унесеть, и делать нечего. Возьмите там топор свой, может, где-то что-то надо подрубить. Внимательно слушайте, что он скажет. Он сейчас так чуть-чуть подсохнет, и они на поле, и не найдешь. И так сильно, им надо было собирать, непогода, горох осыпается. Он уязвимый и уязвимый, труженик сельского хозяйства. Да, Никита, приглядывайтесь там, может, это что-то по технике надо. Такой момент. Мы перед Игорем, ну, все просто обязаны голову склонить. Я буду здесь дома, по мелочи, но все время на страже. Где, что и как. Может быть, где-то потребуется что-то. Могу тогда к Роману пойти, там скажите. Сейчас только закончится. А с тобой, Володя, как время выбрать? Когда подсохнет, быстренько туда съездить. Когда я в камышах шел, этот момент заснять. Очень интересный. Камыш это, как лиан, все переплетено. Я перешел его лог и туда вытянулся. Видите, какой вчера был у нас интересный день. Поставили, заранее они сделали. Это и буквы-то вырезанные, алюминиевые, какие-то, и прибитые гвоздика, и потеряевка. Все сработало, как должно. Все, садимся за стол. Так, а вы им указали, езжайте до знака и свернете или как? Ничего не говорил. Я сказал, как-то заяйте, щебеностная дорога-то. Сразу направо. А храм-то, видать, издалека было. И больше некуда. Но раз они поехали, у меня вот стипед здесь был. Перед первым. Ну, я еще раз после первого моста, когда деревни походил, не нашел. Но четыре пасынка уже нашли. Видишь, когда у меня вчера он увез три, то у меня еще запасные два, то есть он обеспечен. И вот стоят еще откапывать надо три пасынка у нас здесь. То есть мы к Игорю просто должны положить эти пасынки. Он приезжает куном, где может, поднимает их и на весу утащил туда. Остальное за ним. От вас разбирать сейчас доски, стену, где там прибивать, вытаскивать гвозди. То есть вы всегда смотрите, это сделаем, что дальше? Он на поле, дальше спрашивать не будешь. Мы уйдем, если работы не будет? Прямо пригрози ему. Ты как прораб, дай работы вперед. Вот мы, когда заготавливали жир, и как у нас все было распределено, где что, кому, что и у нас мигом все кончилось. Дать ума трем сириням, это вопрос. И еще хотел сказать, сегодня пошел с ним, завтра пойду с Володей, чтобы заснял. Он не видал такого. Он шарит, слышит шаги, мы идем. Не лает, когда я иду. Идут с ураганом всегда лают. Заранее. Я еще только калитки подхожу, он уже лает. У него слух хороший. И дальше-то, я думаю, ладно, он начинает метаться, ему по-крупному сходить надо. Думаю, никуда не поведу, а чтобы досягаемый был до него. Мой бедный шарик. И на него было смотреть. Такой беды он не ожидал. А тот покрутился и сел оправляться. Шарик, веришь, нет. Жалко даже стало. Он и то одну ногу поднял, и то вторую. И подошел вплотную в конуру свою мощицу-то. А с ураганом непонятно. А тут дядь, точок у него вытащен. Он упал на спину, и давай лапу кверху, как лошадь переворачивается. Встал, опять хлопнулся, опять лапу кверху. Запутал. Раз двадцать упал, и опять перевернется, потрется об землю-то. Что он хотел от шарика взять, как я, наверное, дикие голуби здоровья или что. Но настолько это было интересно. А шарик в недоумении. Не видал такое. Вот это я сразил его в этой мощи. Упал, герой. Чемпион России упал. Кажется, ногами лежит. Ему рассказать-то шарику некому. Коля только одному расскажет. Да когда-то подошел, ее кучу-то налил. А цепь-то достает-то. Он издалека ее обходит. Видите? А башки? Как государственные границы. Ну на того интересно. Вот собаки две. Он никогда не был. Ты как мочу видел-то? А тут другое. Он теперь сейчас на анализы возьмет. Не зараздали. Я стою. За живот хватаюсь. Ну надо же. А этот упал. А шарик утащил. А он лежит, ты же с ногами-то. Опять встанет. Хлопнется. Шарик думает. Видимо, от моей мочи у него захмеляло. А почему он за упал? Ну не меньше 20 лет он вставал и падал. Это глубокая-глубокая похмель. Ну и Володя, как я жалел, что нельзя. На такой кадрик нельзя составить. Собаку нельзя этому научить. Что вторая так вела себя? Нет, это высшая мера. Вот помнишь шотландист какой-то там пестрая собака? И он там показывал. Я говорю, это речистая сила. Не могу найти этот ролик. Я хочу посчитать, сколько операций она у него выполняла. Это у Витя брали бы диск. Но я искал-искал по интернету, не мог найти. Наберите в поисковике фристайл. Фристайл, гладиатор. Гладиатор? Да. Бои гладиаторов. То есть он в доспехах гладиатор и собака. Да я и сам, просто бои гладиаторов. Сражаются. Вот правый ролик вообще. Ну все тогда. Давайте. Вот такое утро сегодня. Прямо какое-то веселое. Вот эти два заката. На камыши со мной проехали быстро. Снять. Потому что дальше уже никак нельзя. Сейчас сыра. Камышей не будет. Ну то есть все сошлось. Благословите Игнатия Тихоновей. Благодаря. Благодаря Христосу. Игнатия Божьей. Помилуй нас. Аминь. Слава Божьей. Солдатят. Сейчас дай. спокойно и играет даже не слышно и